Доброго вечера мы из Украины! Всем привет! Вы на канале Сергея Гончаренко и сегодня у нас на видео смартфон Xiaomi Redmi Note 11, который по сути должен был стать, а может быть даже и стал очередным хитом и топом продаж. Это младший смартфон в линейке Redmi Note 11. Естественно, этот смартфон отчасти можно считать бюджетным и у него может быть в реальности очень большая аудитория, очень много продаж и очень много успехов. Но в действительности так ли? Давайте попробуем выяснить в данном видеоролике. Итак, смартфон поставляется вот в такой вот упаковке. Здесь же изображение самого смартфона, название модели Redmi Note 11 и главное, что я бы рекомендовал смотреть на вот эту вот наклейку NFC, потому что существуют версии без NFC. У нас в Украине, например, поставляются именно такие. Это официальная поставка. Если же это будут китайские версии, они могут быть без NFC. Ну или там, например, глобальные версии, может быть, для каких-то других стран. Во всяком случае, мой вариант именно такой. Комплект поставки. В комплект входит, конечно же, сам смартфон, Type-C кабель для зарядки, зарядное устройство с мощностью 33 Вт. Довольно-таки быстрое зарядное устройство здесь, как для младшей модели в линейке. Ну и, естественно, прозрачный защитный чехол. Как будет смотреться, покажу немножко позже. И да, чуть не забыл, защитная пленка уже будет установлена здесь на дисплее. А вот так вот смартфон смотрится в оригинальном комплектном защитном чехле. Сам чехол прозрачный, поэтому цвет смартфона хорошо просматривается. Ну и, как было и ранее, этот чехол может предоставить полную защиту камеры. Здесь есть дополнительный ободок, поэтому можно не бояться класть смартфон камерой вниз. И то же самое могу сказать и по поводу экрана. Здесь также есть дополнительные рамки вокруг экрана. И можно также не бояться класть смартфон экраном вниз. Защита будет присутствовать. Корпус и материалы. Смартфон полностью выполнен из пластика. И это матовый пластик. И это довольно-таки практичный вид пластика. Посмотрите, сейчас никакие отпечатки пальцев на этом смартфоне не видно незаменно. Так что даже первое время можно использовать без защитного чехла. По особенностям корпуса стоит отметить, что модуль камер выступает из-за корпуса не сильно. И комплектный защитный чехол сможет полностью защитить модуль камер, что очень хорошо. Также сканер отпечатка пальцев находится на правой боковой грани. В кнопке питания расположение довольно-таки удобное. Палец как раз ложится туда, куда нужно. Если же говорить по внешнему виду, то линейка, вся линейка Redmi Note 11 имеет ровные грани. И это особенность вот именно этой серии, последней линейки. В руке смартфон лежит неплохо. Грани здесь не острые, в ладонь не врезаются. Все довольно-таки комфортно. Если говорить по поводу цветов, которые есть в продаже, то есть черный, правильно называется темно-серый, синий и голубой. Но если говорить по поводу габаритов, то этот смартфон и компактным назвать нельзя, но и не сильно он такой большой. Вот, к примеру, для сравнения Realme GT Neo 2 и Redmi Note 11. Посмотрите по габаритам. Redmi Note 11 немного тоньше, немного ниже и немного уже. Если толщину, вот так вот, может быть, лучше будет это все заметно, видно, что в действительности он все-таки немного тоньше. Ну и в руках оба смартфона, конечно, ощущается по-разному. И Redmi Note 11, ну, возможно, даже немножко комфортнее и удобнее, нежели Realme GT Neo 2. Порты и разъемы. На нижней грани расположен микрофон Type-C динамик. На правой грани кнопка питания, она же совмещена с канером отпечатка пальцев. Опять-таки скажу, расположение удобное, палец ложится как раз туда, куда нужно. Немного выше качелька регулировки громкости. На верхней грани расположен дополнительный микрофон для шумоподавления. Инфракрасный порт для управления электроникой, бытовой техникой. Выход для второго динамика, это звуковой выход. Да, здесь два динамика, здесь стереозвук, и это довольно-таки неплохо. Плюс ко всему есть 3,5-мм джек для подключения ваших проводных наушников, что очень хорошо, можете использовать проводные, беспроводные, все на ваш выбор. И лоток под сим-карты. И лоток под сим-карты здесь полноценный, тройной, который можно устанавливать одновременно. И две сим-карты, и карту памяти microSD. Плюс ко всему на лотке под сим-карты есть дополнительная резиновая прокладка для защиты от попадания внутри смартфона пыли и влаги. И максимум, на что здесь можно рассчитывать, это защита от брызг и дождя. Но никак его нельзя мочить, плавать и купаться с ним. Дисплей. В смартфоне установлен AMOLED дисплей с деканалью 6,43 дюйма с разрешением Full HD+, и с повышенной частотой 90 Гц. Вы можете сами выбрать частоту, которая вам больше подходит, 90 или 60-90, более плавная, более красивая, более приятная. Если же в целом говорить по поводу дисплея, здесь, конечно же, и заявленная поддержка цветовой гаммы DCI-P3. И в целом, по первому впечатлению, я бы сказал, это довольно-таки неплохой, яркий, насыщенный, контрастный, качественный дисплей. Учитывая то, что это бюджетный смартфон, это самый младший в своей линейке Redmi Note, то я бы сказал, по первому впечатлению, дисплей здесь неплохой. Но, как и всегда, есть настройки по изображению, по цветовой схеме. Это яркий, насыщенный, стандартный и цветовая температура, цветовой тон, который вы можете настроить более подробно сами. Я использую яркий и здесь стандартный. То есть, откалибровать дисплей, как по мне, довольно-таки неплохо. И даже по параметрам яркости здесь также результат отличный, потому что, вот смотрите, на более темном изображении максимальная яркость и на светлом изображении максимальной яркости. На камеру сейчас будут даже небольшие пересветы, но и в целом, я бы сказал, и в помещении, и на улице, и на ярком солнце на этом дисплее все довольно-таки неплохо видно и отлично читается вся информация. Ну, а если говорить по поводу рамок, то рамки, смотрите, здесь довольно-таки тонкие. Даже нижний подбородок не такой уж и широкий. Боковые рамки тонкие. И вырез под фронтальную камеру минимальный, миниатюрный. Он находится по центру. Смотрится довольно-таки неплохо. Опять-таки, радует, что это, можно сказать, бюджетный смартфон младший в своей линейке. Ну, и дисплей здесь неплохой, как мне показалось. И внешний вид довольно-таки приятный. Железо и производительность. В смартфоне установлен процессор от компании Qualcomm. Это Snapdragon 680. Это восьмиядерный процессор, изготовлен по 16-нанометровому техпроцессу. Это новый процессор, который установлен в этом смартфоне и который, я думаю, все-таки будут устанавливать в другие смартфоны бюджетного класса или, может быть, даже среднебюджетного класса. Но как он на себя проявит, давайте посмотрим немножко попозже. Также графический ускоритель здесь Adreno 610 и частота дисплея 90 Гц. Вариант по памяти. 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти. А версии здесь существует всего 3, это 4.64, 4.128 и 6.128. Разница в цене там не такая уж и большая. Рекомендую покупать какую-нибудь версию с максимальным объемом памяти. Если же говорить по поводу железа, то могу сказать, что это довольно-таки неплохое железо, как для, опять-таки, младшего смартфона в своей линейке. Например, в Antutu 9 версии смартфон набирает 230 тысяч баллов. Да, это как бы не совсем много и, конечно же, этот смартфон будет слабее, чем Snapdragon 720, 730, 732G. Но в целом давайте вот посмотрим, как он будет работать. Сейчас выгружаем из памяти все самые распространенные приложения, точнее, которые я запускал. И поочередно запустим все эти приложения. Например, тот же самый YouTube. Кстати, память здесь скоростная, UFS 2.2. Instagram. Смотрите, не моментально, но все равно достаточно-таки быстро. Twitter. Довольно-таки быстро запускается. Что еще? TikTok давайте. Вот TikTok. Также достаточно быстро. Хорошо. Даже перелистывание видеороликов также быстрое. Ну, что еще? Play Market. И, ну, давайте камера. И посмотрим, держатся ли эти приложения в фоне. Итак, YouTube. Нормально не перезагрузился. Инстаграм не перезагрузился. Твиттер. А вот Twitter перезагрузился. Вот, то ли еще, может быть, немного сыроватое программное обеспечение. Хотя этому смартфону уже около трех месяцев, как он вышел. Глобальная версия может быть немножко меньше. Но в целом, как вы видите, работает достаточно быстро. Но иногда случаются вот такие вот перезагрузки приложения. Или же, например, некоторые фрезы, подтормаживания. Но Twitter этому не показатель, так как у него это довольно-таки часто даже на флагманских устройствах. Так что о Twitter можно немножко позабыть. Ну, в целом, я скажу так, что для бытовых задач этого смартфона будет более чем достаточно. Игры. По поводу игр. Если же говорить по поводу игр, я скажу, что я просто-напросто не успел еще все протестировать. Смартфоном я пользуюсь только несколько дней. И более подробно я уже расскажу вам в полном подробном обзоре и опыте использования. Нарисую вам всю картину по поводу работы, производительности и игр этого смартфона. Программное обеспечение и Android. Смартфон на сегодня работает на версии MIUI 13.0.10. Это Android 11 версии. До сих пор обновления до Android 12 версии пока не было. Но после включения обновление приходило. Обновление MIUI. Оно небольшое. Но в целом вот сейчас установлена самая новая, самая свежая версия. Все-таки хотелось бы дождаться на этот смартфон Android 12. И посмотреть, как все будет работать. Сразу же давайте дам вам ответ по поводу датчика приближения. Работы датчика приближения. Так здесь, ну все по-прежнему так, как и было ранее у Xiaomi. Как датчик здесь по-прежнему виртуальный. Он работает не идеально, но работает неплохо. А вот, к примеру, сейчас, обратите внимание, в вертикальном положении датчик срабатывает отлично. Да, он даже и в горизонтальном положении иногда срабатывает неплохо. Но сейчас, сейчас вот вы видите, что не срабатывает. На практике у меня пока практики общения и работы с этим телефоном не так уж и много. Но по первым впечатлениям датчик срабатывал. Сейчас, сейчас он срабатывает вот как-то так. И также, если, что еще можно сказать по поводу программного обеспечения. Опять-таки, я скажу, что по первым впечатлениям работает все довольно-таки неплохо. Но иногда фрезы все-таки есть и присутствуют. Ну, мы знаем прекрасно Xiaomi, что им нужно там каких-нибудь 3, 4, 6 месяцев для того, чтобы правильно и хорошо оптимизировать свое программное обеспечение на новом смартфоне. Тогда он будет работать довольно-таки неплохо. Ну, и то не идеально. Реклама, как всегда, здесь присутствует. Ее можно выключить, отключить. Но некоторые фрезы и подтормаживания иногда случаются. Иногда при переключении, например, между приложениями, может приложение задумываться, смартфон задумываться на каких-то там 3 секунды, а потом только переключить. По связи говорить много не буду. Скажу лишь то, что смартфон поддерживает 3G, 4G, LTE сети. 5G сети он не поддерживает. В принципе, нам это не сильно и нужно пока. Wi-Fi здесь двух диапазон и 5 ГГц частота поддерживается. GPS GLONASS в Baidu есть. По характеристикам, как работает, пока еще не знаю, не тестировал. И NFC. Напомню, что наклейка на упаковке, на коробке есть NFC. Соответственно, NFC модуль в этом смартфоне будет. Но если вы будете покупать смартфон, ну, что, первые сюрпризы Xiaomi? Приложение немного то ли подвисло, то ли не знаю. Но, во всяком случае, смотрите, NFC модуль здесь есть, присутствует. И когда будете покупать, всегда обращайте внимание. Эта модель смартфона существует и без NFC модуля. Поэтому имейте это в виду перед покупкой. Оплачивать с помощью этого смартфона, с помощью Google Pay, без контактной оплаты можно. Камера. В смартфоне установлено 4 модуля камеры. Основной на 50 Мп, 8 Мп широкоугольный модуль и 2 модуля по 2 Мп, макро и портретный. Ну, это, можно сказать, абсолютно бесполезные модули. Портреты можно делать и без портретного модуля. А макро модуль с разрешением 2 Мп без автофокуса, это сейчас просто-напросто смешно. Но разрешение самого дисплея больше, чем разрешение макрокамеры. И без автофокуса это спорное решение. По поводу камеры. Основные возможности это HDR, искусственный интеллект. Ну и в целом, наверное, на этом можно уже заканчивать. Потому что больше дополнительных фишек и плюшек у камеры, у этого смартфона нет. Некоторые примеры снимков, которые я, можно сказать, успел сделать на лету, вы можете видеть сейчас у себя на экранах и оценить качество снимков. А вот по поводу видеозаписи, здесь все максимально просто. Просто потому что максимальное разрешение здесь 1080p, максимальная частота кадров только 30. Нет 60 FPS и нет 4К, к сожалению. Ну и можно записывать видео на широкоугольный модуль камеры с точно такой же частотой, разрешением 1080p, 30 FPS. И что самое интересное, до обновления программного обеспечения стабилизации в видео не было, а после обновления программного обеспечения хотя бы появилась стабилизация на видео. Пример записи видео на смартфон Xiaomi Redmi Note 11. Пример записи видео на смартфон Xiaomi Redmi Note 11. И после обновления, пришло обновление, да, и появилась стабилизация, электронная стабилизация. Звук. Если говорить по поводу звука через внешний динамик, то их здесь два, напомню, один снизу, второй сверху Сейчас давайте включу максимальную громкость и для примера аудиотрек Микрофон располагаю на расстоянии 20-25 см от смартфона Опять-таки не знаю, настолько хорошо это все было слышно, но как для бюджетного недорогого смартфона Здесь звук вполне достойный, во-первых, он объемный, во-вторых, здесь присутствуют и высокие, низкие и средние частоты И в целом довольно-таки неплохой звук через внешние динамики Ну и плюс ко всему, напомню, что здесь есть 3,5 мм джек, поэтому вы можете подключать ваши любимые старые проводные наушники Автономность Вот по поводу автономности я прекрасно понимаю, что какие-либо выводы пока делать рано, смартфоном я пользуюсь не так долго Но первые впечатления уже есть Батарея у этого смартфона установлена емкостью 5000 мАч В смартфоне всегда была включена светлая тема и 90 Гц При этом, обратите внимание, заряд остаточный 43% Смартфон активно использовался 8 часов 26 минут Дисплей при этом проработал 6 часов 24 минуты Если подсуммировать и подвести некоторые итоги, я с уверенностью могу сказать, что этого смартфона будет достаточно на полный активный день И это будет порядка 8 часов работы дисплея Ну а если посмотреть на остаточный заряд и подсуммировать время работы дисплея, то можно рассчитывать примерно на 8-9 часов работы дисплея Что в принципе очень и очень даже неплохо Ну и по поводу зарядного устройства 33 Вт Я думаю, что смартфон примерно 1 час будет заряжаться с 0 до 100% Плюс-минус там каких-нибудь минут 10 Ну и теперь немаловажные параметры Это цена И с ценой сейчас очень тяжело ориентироваться Потому что она часто меняется, по крайней мере у нас в стране И у нас в магазинах ценник на этот смартфон за версию по памяти 4-128 Как у меня на сейчас в этом видеоролике Стоимость составляет порядка 270 долларов Если, конечно же, покупать на Алиэкспресс, его можно купить немного дешевле Там порядка 220-230 долларов Но напомню, что пока еще Алиэкспресс к нам в Украину не отправляет товар Если смотреть на что-то из аналогов Если, ну, немного хотя бы доплатить Можно купить смартфон Motorola G60 Который по производительности, по некоторым параметрам будет даже немножко лучше Или Samsung M32 Они оба немного дороже Но все-таки очень-очень достойные аналоги этому смартфону Достойные конкуренты А вот по выводам хотелось бы сказать, что по первым впечатлениям Смартфон неплохой Производительность дисплей хорошая Автономность просто замечательная по первым впечатлениям И все это на довольно-таки высоком уровне В особенности, если вспоминать, что это смартфон бюджетный Самый простой и базовый в своей линейке Redmi Note 11 Ну а как смартфон проявит себя дальше Узнаем уже в подробном обзоре и опыте использования И если вы хотите какие-нибудь моменты узнать и особенности об этом смартфоне Во-первых, пишите в комментариях, чтобы я к полному подробному обзору и опыте использования Это все подготовил Ну а во-вторых, если вы все-таки хотите больше информации об этом смартфоне Также не забудьте подписаться на мой первый и второй канал Там будут видеоролики об этом смартфоне и многих других А также телеграм-канал Там много интересной и полезной информации Там я делюсь своим мнением, впечатлениями и предстоящими обзорами Также там есть чат взаимопомощи, где люди общаются друг с другом И помогают решать те или иные вопросы, те или иные проблемы Если этот видеоролик вам чем-то понравился или был полезен Ставьте лайки Делитесь этим видеороликом с друзьями, знакомыми, близкими Ведь многим это видео, такой вот смартфон может быть интересен и полезен Ну и всем спасибо за просмотр Всем пока, до новых встреч